Водную гладь корпоративного бассейна, которая оставалась нетронутой 5 долгих месяцев, нарушили 21 августа. Спортсмены корпоративных секций плавания вышли на большую воду. Чтобы адаптироваться к ней заново, на первой тренировке ребятам разрешили плавать вольным стилем. Понятно, мне очень понравилось, потому что за долгое время мы впервые полноценно тренируемся на воде, и это очень было круто. Пловцы, в отличие от спортсменов других секций, дольше всех ждали возобновления тренировок. Сухие занятия на тренажерах, имитирующих движения пловцов, не сравнятся с тренировками на большой воде. Первая тренировка, конечно, трудная была, и очень мышцы потом болели. Первый раз было тяжелее, непривычно, тяжело. Легкие как будто бы в объеме сократились, потому что не хватало воздуха очень сильно. Но так радость была. Достижение Алены Самойловой на дистанции 100 метров кролем – минута и две секунды. Задача спортсменки сегодня – повторить свой рекорд. Такая установка сейчас в приоритете у всех воспитанников секций плавания. Тренеры физкультурно-спортивного цеха Алексей Реутов, Ольга Немцова и Татьяна Архипова скорректировали программу тренировок с учетом навыков каждого спортсмена. Я в первый день просто проверил, сколько они могут, за сколько 50 метров проплыть. Ну, как бы, очень плохо. Да, по сравнению даже с началом прошлого, с прошлым сентябрем, если взять, намного хуже. То есть, ну, пять месяцев без воды – это очень много. Как вам нужно времени, чтобы подтвердить ваши результаты? Ну, я не знаю. Ну, к Новому году, может быть, и, может быть, выйдем на старый уровень. Тренировки в бассейне проходят в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Санитарная уборка с применением дезинфицирующих средств после каждого водного занятия. На одной дорожке – до пяти спортсменов. Коллектив пловцов в СМПО намерен усердно плыть к победе и новым вершинам. С таким положительным настроем у наших дельфинов это получится.